А еще одно событие состоится 15 февраля. Это Международный день борьбы с детским раком. К этому событию благотворительный фонд «Мы рядом» создал флешмоб «Маска героя». И не просто создал, а сделал его известным на всю Россию. Сегодня у нас в студии Наталья Астафьева, председатель благотворительного фонда «Мы рядом» и Елена Чернышева, директор благотворительного фонда «Мы рядом». Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам, как пришла идея данного флешмоба, вот этого проекта? Наш фонд много лет работает с детским онкоцентром и детьми-бабочками Челябинской области. И, конечно, этот проект был придуман в первую очередь, чтобы поддержать наших деток челябинских. Но на сегодня география проекта стала намного шире. Да, и дело в том, что в любом тяжелом лечении есть два важных фактора успеха. Это медицина и сила духа. Если в вопросах медицины тыл держат врачи, то сила духа способна поддержать мы все, мы все с вами. И мы рады, что идея поддержки духа маленьких героев нашла отклик во многих городах России. А создавали мы этот проект в рамках сотрудничества с социальной сетью ВКонтакте. Поэтому проект нацелен на то, чтобы дети и родители в онкоцентрах, в Челябинском, в Рязани, неважно в каком городе России, знали, что есть люди, которым не все равно. Но много городов подхватили уже эту инициативу. Ну, то есть проект идет третий год, то есть третий год мы разукрашиваем маски, и каждый год география проекта, она меняется. Это была Москва, это был Питер, когда ребята, работающие в самом ВКонтакте, разрисовали маски, там 20 человек делали огромные фотографии. Ну, то есть сейчас мы получили маски из Рязани, когда в онкоцентре в Рязани дети разрисовывали маски или Ставрополь рисуют. То есть это удивительно. Я на самом деле видела уже работу вашего фонда, и вот именно в этом проекте я тоже лично участвовала в прошлом году. То есть я видела, как люди разрисовывают маски, выкладывают в соцсети, таким образом пытаются поддержать людей. Я считаю, что это на самом деле прямо сплочает дух и прямо меня пробирает. И вот, знаете, такой вопрос, вот как принять еще можно участие в вашем фонде, в вашем этом проекте? В этом проекте принять участие может каждый. Мы специально сделали его немонетизированным, чтобы тут вопрос денег не стоял. Нужна маска, нужен фломастер, нужен телефон. Нарисуйте на маске что-то веселое, позитивное, сделайте селфи, разместите в социальной сети ВКонтакте или любой другой хэштегом маска героя и дата 15 февраля. Мы уже видим, да, как создается это. А можно еще развенчать и один из мифов про рак, например, что он не заразен. И сейчас это тоже актуально. Ну что ж, мы видим, какие действительно красивые маски могут быть. Посмотрите, здесь прекрасный мишка, я так полагаю, да? Львенок, зайчик. Такая мелочь, а я думаю, что детям хоть как-то становится. Дети в нашем МАК-центре тоже рисуют. И тоже их много, да. Мы еще не выложили эти фотографии, но они тоже участвуют. Спасибо большое за этот визит к нам. Спасибо, что рассказали об этой великолепной инициативе. Мы надеемся... Будем призывать всех, чтобы каждый поучаствовал в этом проекте флэш-пове маска героев. Спасибо вам большое. Большое спасибо. У нас в студии были Наталья Астафьева, председатель благотворительного фонда «Мы рядом». И Елена Чернышева, директор благотворительного фонда «Мы рядом».